МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Вуральской вещательной компании программа «Объектив». Сегодня понедельник, 28 декабря. Журналисты НВК готовы рассказать вам о последних событиях, коротко о главном. На таких регионах, как Свердловская область, держится Россия, сказал губернатор Евгений Куйвышев, поблагодарив уральцев за все достижения региона в уходящем году. Новогодний Новоуральск. Муниципалитет подводит итоги творческого конкурса по оформлению учреждений. 54-55. Юбилейный вечер встреч прошел в школе номер 54. Отражение выставкой нижнетагильских художниц, хорошо известных в творческом сообществе, открылось в детской художественной школе города. В 2015 году на Среднем Урале произошло немало событий, которыми регион может гордиться и которые определяют не только сегодняшний, но и завтрашний день области. И каждое достижение стало возможным только благодаря самоотверженному труду уральцев. Об этом губернатор сказал в ходе торжественного приема, посвященного встрече нового года в департаменте информационной политики главы региона. По словам губернатора, каждый месяц уходящего года был ознаменован значимыми событиями, которые способствуют укреплению единства общества, улучшению качества жизни людей, социальному и экономическому росту, развитию территорий. Так в январе был открыт современный технический центр компании «Уральские авиалинии», чтобы проводить сложнейшее техническое обслуживание самолетов, которое ранее проводилось за рубежом. В феврале в Новоуральске на базе завода «Медсинтез» одного из лидеров российской фармацевтики был открыт технопарк биотехнологий. Среди прочего, губернатор отметил, что в год 70-летия победы все мы стали духовно богаче и сильнее, приняв от старшего поколения, от наших ветеранов важнейший завет – любить и беречь Отечество. Глава региона подчеркнул, что успешно проведя Иннопром, «Урал» застолбил за собой право проведения российско-китайского экспо. Это крупнейший международный выставочный проект, за право принять который конкурировали крупнейшие российские регионы, пояснил Евгений Куйвышев. 52 тысячи человек посетило выставку, подписано более 50 официальных документов, заключено 11 стратегических контрактов, заключенных на выставке, и превысило сумму 10 миллиардов рублей. А октябрь, по мнению губернатора, прошел под знаком подготовки инженерных кадров и популяризации высокотехнологичных профессий. В столице Урала состоялся второй национальный чемпионат WorldSkills High Tech. А состязания JuniorSkills в рамках чемпионата показали, что у нашей молодежи есть большой творческий и инженерный потенциал, есть интерес к техническим специальностям. А значит, мы можем рассчитывать на то, что в будущем наша промышленность не останется без профессионалов, отметил Евгений Куйвышев. На таких регионах, как Свердловская область, держится Россия, отметил глава региона. В Новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, желанием сделать этот мир лучше. Так пусть же наступающий год сохранит и преумножит те успехи, которые нам удалось достичь. Пусть он станет для всех нас временем новых побед. Принесет России и Свердловской области процветание, уверенность, мир и достаток. Перед Новым годом по вечерам наш город преображается. Включаются праздничные гирлянды и тысячи разноцветных огней украшают улицы Новоуральска, создавая новогоднее настроение. И каждый год в декабре наш муниципалитет подводит итоги творческого конкурса «Новогодний Новоуральск». В этом конкурсе на самое красочное оформление фасада здания или витрины магазина участвуют десятки организаций и предпринимателей. Подробнее в сюжете Антона Сапогова. Конкурс на самую красивую витрину проводится уже много лет и стал традиционным для нашего города. Изначально он задумывался для предпринимателей, ведь именно они и больше других заинтересованных в привлечении клиентов и покупателей в свои магазины. Но постепенно рамки конкурса расширились. В нем стали участвовать любые здания, которые накануне праздника радуют глаз и украшают облик нашего города. Не остались в стороне и пожарные, которые проводят подобный конкурс среди своих подразделений и с готовностью поучаствовали в общегородском конкурсе. Идея и самые главные мероприятия были организованы начальником специально пожарно-спасательной части номер один, подполковником внутренней службы Леоновым Максимом Владимировичем. Он голова этому и задумки все приводил в исполнение. Но с участием личного состава части. То есть каждый принял какое-то участие во всех скульптурах и новогодних, и пятилетию МЧС. То есть никто в стороне не остался. С каждым годом количество участников у нас увеличивается. Мы стараемся привлекать субъектов малого и среднего предпринимательства, наших гаража, конкурсу. И вы видите, что качество украшения витрин, дворовых, прилегающих территорий у нас только улучшается. Поэтому я хочу поблагодарить всех предпринимателей города, кто украсил свои торговые объекты, объекты общественного питания к новогодним праздникам, несмотря ни на какие трудности, нашел в себе силы, желания, творческую энергию. И создал нам всем новогоднее настроение. Столовая «Березка» и кафе «Леон», киоски «Информпечать» и студия искусства «Акварель», детская художественная школа и десятки предпринимателей приняли участие в этом году. Благодаря их совместным усилиям, вечерний Новоуральск сияет тысячами разноцветных огоньков, а витрины магазинов удивляют творческим разнообразием. Жюри конкурса традиционно поздравляют с Новым годом и благодарит всех его участников. Любви вам, счастья, здоровья, новогоднего настроения. И подводя итоги нашего конкурса, ежегодного, новогодний Новоуральск, хочется сказать, что количество участников в этом году не уменьшилось. Подано заявок 42, из них 13 победителей. Мы очень рады, что вы делаете наш город красивым, нарядным и будем рады вас всегда видеть участниками этого конкурса. В итоге организаторы конкурса наградили всех его участников, а это более 30 человек. В качестве подарков награждаемым вручали светящихся медведей, звезды и гирлянды с тем замыслом, чтобы участники конкурса могли использовать подарки для еще большего украшения своих витрин и фасадов. К Новому году всегда все чего-то ждут вот такого. И когда город украшается, ну, горожане это видят, и очень положительно к этому относятся. Понятно, что за счет бюджета мы не можем, конечно, там... Но мы каждый год, если вы видите, мы что-то новое вносим. Постоянно вносим, вносим, стараемся, видели деньги на это. А когда вы принимаете участие, ну, это просто большое вам спасибо. По словам главы городской администрации, на будущий год можно будет попробовать применить у нас опыт других городов, в которых местные власти и предприниматели к Новому году строят парки ледяных скульптур и другие большие творческие объекты. Антон Сапогов, Юрий Михайлов, Новоуральская обещательная компания. Традиционно за несколько дней до наступления Нового года в Новоуральске открывается главная елка возле концертно-спортивного комплекса. Организаторы приглашают новоуральцев прийти на праздник для горожан больших и маленьких. Они приготовили немало интересного. Завтра, 29 декабря, в 17.00, возле концертно-спортивного комплекса состоится театрализованное представление с участием творческих коллективов города. Дед Мороз приготовил немало подарков для юных новоуральцев. В канун Нового года в Новоуральской 54-й школе прошло большое торжество. Образовательное учреждение отметило 55-летие. На юбилейный концерт были приглашены выпускники, учителя, почетные гости и все друзья школы. На торжественном вечере побывала съемочная группа Новоуральской обещательной компании. 54-я школа была открыта в далеком 1961 году. В ту пору здание школы располагалось на улице Ленина, а коллектив был сравнительно небольшой. Через 7 лет 56 выпускников школы получили первые аттестаты. В конце 70-х школа переехала в большое современное здание по улице Юбилейной, где расположено и сегодня. Коллектив школы, и педагогический, и ученический, значительно вырос. Школа обновилась, но традиции, заложенные первыми учителями, бережно хранятся. До 55 лет, конечно, в школе сложилось достаточно много традиций, которые мы поддерживаем. Появились новые традиции. Это, естественно, вручение ежегодной стипендии Глеба Малевича и посадка рябин на аллее памяти. Это праздники «Успех года» за честь школы. Это интеллектуальные эрудит-геймы. Это арт-кафе для старшеклассников и многие-многие другие традиции. Мне очень нравится, что они включились, допустим, в последнее время в проект «Уральская инженерная школа». Очень хорошо работает педагогический коллектив и по результатам аттестационных работ, единого государственного экзамена. Я вижу выпускников и учеников этих школ во время общественных мероприятий, спортивных мероприятий. Педагогический коллектив и ветераны создали великолепную школу. Поэтому, мне кажется, и система образования в настоящий момент флагманом является в Свердловской области и даже, можно говорить, в Российской Федерации, потому что многие наши педагоги отмечены наградами федерального, областного уровня. И 54-я школа тоже замечательный, яркий, такой бриллиант в короне системы образования нашего города. Сегодня 54-я школа входит в первую сотню лучших школ России. В ней постоянно внедряются самые последние инновации педагогической мысли. Школа тесно сотрудничает с Уральским электрохимическим комбинатом и другими крупнейшими организациями нашего города. Уверенно держаться на этих высотах позволяет высокий профессионализм учителей, сплоченного коллектива единомышленников. Наши педагоги входят в число лучших учителей Свердловской области. Имеют немало наград Свердловской области и Российской Федерации. Вообще коллектив школы 54 – это единая, мудрая, профессиональная команда учителей. Школа не стоит на месте. Школа наша продолжает развивать свои традиции. Но сегодня мне бы очень хотелось в первую очередь обратиться к ветеранам 54-й. Чем старше мы, быстрее мелькаем за юбилеем людей. Но годы у нас уже не старят, а только темы к мудре. Теперь прощаем мы ошибки друзьям, любимым и себе. И в споре даже очень пылком. Не поддаемся суете. Весь вечер со сцены звучали поздравления, а учителя и ученики школы подготовили праздничный концерт. Учителя, учителя, пускай звучат все имена, Их не забыть нам никогда, учителя. Вы научили нас мечтать, науку жизни изучать. Мы будем помнить вас всегда, учителя. Антон Сапогов, Юрий Михайлов, Новоуральская обещательная компания. В этом году в Новоуральске стартовал конкурс на лучший проект городской скульптуры. Принять в нем участие могли все желающие творческие новоуральцы. В декабре в Центральном публичной библиотеке организаторы объявили имена победителей. Подробности расскажет Дарья Максимкина. Первый конкурс на лучший проект городской скульптуры – результат творческого союза отдела культуры администрации округа и студии искусства «Акварель». Инициатива понравилась горожанам. Своими идеями по преображению улиц Новоуральска поделились более 80 участников. Возраст и уровень подготовки самый разный – от воспитанников детских садов до профессиональных художников. Десять лучших работ были отмечены дипломами конкурса и сертификатами на покупку в магазине товаров для творчества. Сопов Даниил. Если поставим его медного на лыжню у лыжной базы, какую часть тела будем натирать на удачу, на победу? Можно, допустим, тереть лыжи для того, чтобы они скользили лучше. А чтобы не мерзнуть? Ну, чтобы не мерзнуть, можно и нос потереть. Нос потереть. Держи. Держи. Спасибо, Денис. Молодец. В жюри конкурса вошли представители отдела культуры, комитета архитектуры и градостроительства, Уральского электрохимического комбината и общественных организаций города. Председателем жюри выступил глава округа Владимир Машков. Могли голосовать за приглянувшиеся проекты и посетители публичной библиотеки. В течение двух месяцев все работы можно было увидеть на специальной экспозиции. Мнение жюри совпало с мнением горожан. Абсолютная победа присуждена художнику Сергею Арестову. При зрительских симпатии гран-при конкурса получила его работа «Место встречи». Вот этот молодой человек будет ждать свою девушку. А часы с каждой стороны будут показывать разное время. Если его девушка опоздает, задержится, она всегда может сослаться на то, что, ну, посмотри, время-то ведь неправильно показано. Я всегда успею. Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным. Главная его задача – воплотить в жизнь самые яркие проекты горожан. Работу Сергея Арестова «Место встречи» планируется разместить на Аллее молодежи. Дарья Максимкина, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Предновогодний подарок для всех новоуральцев в детской художественной школе. Здесь открылась выставка работ нижнетагильских художников «Отражение». На открытие выставки приехали две художницы из Нижнего Тагила – Диана Брюханова и Людмила Семечкова. Их работы уникальны, а имена художниц известны не только в регионе, но и по всей стране. Их картины выставлялись даже за рубежом. Работа, которая была в Париже на персональной моей выставке в 2001 году. Это серия работ, вот таких вот декоративных, стилизованных. Там я выставляла где-то 15 работ у меня было выставлено. Я там представляла Россию. Гостям понравился Новоуральск. В город они прибыли за несколько часов до официального открытия. К примеру, как сказала Людмила Семечкова, в нашем городе она уже бывала. Несколько лет назад в качестве художника была привлечена к постановке спектакля в театре «Кукол сказ». И очередной визит в Новоуральск позволил ей пообщаться с друзьями и еще раз посмотреть на архитектуру города. В назначенный час открыли выставку «Отражение первые лица города». В основе еще и нашей традиции, история Урала, Нижнего Тагила конкретно. Поэтому всегда работы, которые у нас здесь организовывают, Союз художников, Виктор Лисеевич, наш друг уже и товарищ нашего города, они всегда интересны. И просто вот, особенно после рабочего дня такого напряженного, год заканчивается, просто даже полчаса, час здесь побывать – это здорово. Как отметил Виктор Малинов, президент Екатеринбургского фонда Музея графических искусств «Шлем», действительно член Международной ассоциации искусствоведов, давний и большой друг художественной школы. Работы нижнетагильских художниц интересны, глубокие, отличающиеся фактурностью, картины для души и для ума. Получается такая прозрачная, очень пространственная наслоение цветовое с очень тонкими вибрациями цветовыми. Вот такие две интересные художницы. Выставка нижнетагильских художников «Отражение» будет работать до 5 февраля. Ежегодно 27 декабря в России отмечается День спасателя. Эта праздничная дата появилась в календаре в 1995 году. А потому можно считать, что у праздника собственный юбилей – 20-летие. В честь своего профессионального торжества на ворольские спасатели подготовили любительский видеоклип. Наши огнеборцы – не только профессионалы своего дела, но и, как оказалось, люди творческие. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Мы приходим туда, где беда, где нам просто верят и ждут. Часто смотрим смерти в глаза, и порой не ледит наш путь. Мы идем сквозь огонь и дым, Проклиная порой судьбу. Повидали и Крым, и Рын, И не раз бывали в аду. Поебки темнеет от пота, И плещется пламя у глаз. Обычная в общем работа, Но только опасно подчас. Мы службой гордимся по праву Готовности ночью и днем. Ни ради наград, ни для славы, Вступаем и в битву со днем. Если где-то в ночи детский крик Где-то слышен там с высоты Ночи пламя смешались на миг Из-за дыма не видно низкий. Мы, как ангелы, только с земли По штурмовкам в пекло войдем. Если есть Бог на свете, то мы Где-то с ним по соседству живем. Поебки темнеет от пота, И плещется пламя у глаз. Обычная в общем работа, Но только опасно подчас. Мы службой гордимся по праву Готовности ночью и днем. Ни ради наград, ни для славы, Вступаем и в битву со днем. Потеряли тревогам и счет, Сколько было бессонных ночей. Боевой наш пожарный расчет Стал сплоченный и духом сильней. И порой в суматохе дней Нам огонь преграждает путь. Наше дело спасать людей, Нашей жизни главная суть. Поебки темнеет от пота, И плещется пламя у глаз. Обычная в общем работа, Но только опасно подчас. Мы службой гордимся по праву, Готовности ночью и днем. Ни ради наград, ни для славы, Вступаем и в битву со днем. Боевки темнеет от пота, И плещется пламя у глаз. Обычная в общем работа, Но только опасно подчас. Мы службой гордимся по праву, В готовности ночью и днем. Ни ради наград, ни для славы, Вступаем и в битву со днем. Далее погода и афиша киноцентра «Нейва». На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.